Здравствуйте, это Укрлайф. Мы начинаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии Дмитрий Галкин, заместитель главного редактора Форен ФС Кронику. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то вы вернулись к конференции, потому что вы для нас, как главный специалист по России, так точно, и очень хотелось понять, что на самом деле же там в России случилось. Вот, ну, все мы так долго, пока вы там были на конференции, тут весь мир обсуждал, куда пропал Путин, и какие только легенды по этому вопросу там не слагались. Он взял и вот появился. Но вчера легенды продолжились, потому что еще там проверяли, тот ли у него галстук или нет, конечно, вы, наверное, знаете, да? Ну, так на самом деле, если серьезно, что случилось в России и с чем связано вот такое странное, интригующее какое-то выпадение из информационного пространства президента России? Ну, я просто хотел сказать, ну, не очень вам повезло со специалистами по России, но, в общем, это такая ситуация в Украине довольно понятная, потому что действительно сейчас в Украине мало людей, которые понимают, что происходит в российской политике, и тем более обладают какой-то такой более-менее закрытой информацией, исходящей из около властных кругов. И в России количество таких людей уменьшилось, потому что по объективным причинам российская политика сжимается, становится все более и более непубличной, все больше и больше решений принимается какими-то способами, совершенно закрытыми. Не то, что от широкой общественности, а даже от людей, которые раньше участвовали в подготовке, по крайней мере, таких решений. Поэтому и столько возникает мифов, и столько возникает всяких догадок относительно того, что в России происходит. Но вот если вы помните, мы еще месяц назад примерно говорили с вами о том, что в России обостряется борьба группировок внутри власти, потому что есть несколько разных способов и разных стратегий, связанных с выходом из-за той ситуации, в которой оказалась Россия после аннексии Крыма. И, вероятно, сейчас то, что мы увидели, начиная от убийства Немцова и вплоть до сегодняшнего дня, это наконец-таки зримое выражение этой борьбы, которая уже проявляется не только в каких-то назначениях или в комментариях относительно украинских событий, относительно российского вмешательства в украинский процесс, а вот уже приобрело характер такого внутреннего противостояния, которое при всем желании, при том, что все хотят его скрыть от глаз общественности, скрыть его за какими-то покровами, при всем желании этого уже сделать не удается. Вот что в этой связи надо подчеркнуть? Во-первых, то, что нельзя забывать про то, что в России главный вопрос, это вопрос 2018 года, и все, что мы видим в последние полтора года происходит в России, и в том числе и аннексия Крыма, и вмешательство во внутренние дела Украины вооруженные, это связано с 2018 годом, с проблемой 2018 года. И, скорее всего, действительно меняется отношение вот тех кругов, связанных с властью, относительно этой проблемы, потому что решить эту проблему так, как ее хотелось бы решить, то есть гарантировать, что Путин будет переизбран, и уж тем более гарантировать, что Запад признает это переизбрание, то есть технически вполне возможно обеспечить переизбрание Путина, что совершенно несложно. Большой опыт есть. Но ни разу сами итоги выборов не ставились под сомнение. Сейчас есть основания полагать, что если ситуация не изменится коренным образом, Запад результат этих выборов не признает. Что это означает? Это означает, что все, кто так или иначе связан с режимом, они окажутся в ситуации, когда им нельзя будет гарантировать личные возможности на Западе. То есть надо либо будет дистанцироваться от режима, либо сворачивать свою деятельность на Западе, сворачивать свой бизнес там. А для многих это очень важно, потому что какая-то значительная часть бизнеса у крупных русских, российских собственников перенесена на Западе. И не только финансовые, да, там принадлежат огромные предприятия. Это первое. Второе. Ну, понятно, что в такой ситуации, когда растут протестные настроения, здесь действительно есть некоторые противоречия, но оно вполне объяснимо между тем, что власть пользуется популярностью и растут протестные настроения. Просто пока эти праведные настроения не переносятся на власть, пока это такое недовольство, не выходящее в политическую плоскость. Но никто не может гарантировать, что до 2018 года будет сохраняться именно такой характер недовольства. Поэтому в такой ситуации возникает у многих соблазн поставить не на действующего президента, а на какого-то другого кандидата. И удержать от этого соблазна можно только какими-то жесткими репрессивными мерами по отношению к представителям элиты экономической. А это, соответственно, уже совершенно другой режим. Потому что пока, так сказать, это крупнейшие собственники России, они чувствовали себя относительно безопасности и чувствовали, что вот их ужесточение режима внутри страны совершенно не касается. Ну и в-третьих, я думаю, что никому из тех, кто находится сейчас во власти, за исключением наиболее радикальной группировки, которая желала бы править исключительно с помощью репрессий и силовых метров, просто потому что у них нет других инструментов правления, не устраивает ситуация, когда Россия отрезана от Запада. Потому что это и финансовые ресурсы, и Запад меняет внешнеэкономических партнеров, в том числе и по таким важным для России, таких важных для России отраслях, как нефтегазовая, и инвестиции, и все, так сказать, это дальше продолжаться не может, потому что тем более не может продолжаться за пределами 2018 года. То есть надо принимать какие-то решения. И мне кажется, что здесь возникают две стратегии. Первая стратегия – это на постепенный выход из этой ситуации путем уступок. Это не значит, что кто-то собирается капитулировать, но собирается как-то с Западом договариваться, как-то уступать до какого-то предела, обозначая его. При этом вполне возможно, что от путинской стратегии, направленной на то, чтобы потребовать от Запада, закрепить за Россией собственную сферу влияния, никто даже в этой группе не собирается отказываться. Хотя, мне кажется, что это очевидно, что эта стратегия не может быть реализована. И вторая стратегия связана с тем, чтобы как можно больше обострить конфликт, в том числе и за счет активизации действий в Украине, и за счет фактического срыва Минских договоренностей. Ну, не сейчас, скажем, а через полтора-два месяца. И для того, чтобы получить возможность торговаться с Западом более активно, и уже понятно, что Запад не станет давить до каких-то опасных пределов, потому что неконтролируемый распад России или возникновение каких-то очагов социального конфликта внутри России никому не надо. А здесь вот появляется тогда возможность доводить ситуацию до края, для того, чтобы получать возможность для лучших переговоров с Западом, для того, чтобы... ну, о постепенном восстановлении сотрудничества. И вот здесь вот... и очень интересное вот это вот предложение, да, которое Россия все время... точнее, не Россия, а вот эта вот группировка все время делала, о том, что давайте мы пошлем наши войска в Ливию, бороться против исламского государства. То есть здесь вот пытаются нащупать какие-то возможности для компромисса с Западом, переведя разговор вообще в другую плоскость. Не уйдя от украинского кризиса совершенно. Ну, а если это, так сказать, это вполне возможно, что если это будет сорвано, то есть, ну, понятно, что это будет, все мы узнаем в конце недели, когда будет принимать решение Еврокомиссия, да, по поводу продолжения санкций в отношении России. Если это не удастся, да, то есть если... то тогда они действительно, дождавшись нового экономического обострения в России, могут пойти на какую-то активизацию действий в Украине. Путин и его окружение, вот силовики. Я говорю, это не группировка в отношении Путина. Условно говоря, да, вот сейчас уже обозначилось, да, вот те, кто хочет договариваться с Западом, это люди, которые ставят на Шойгу, как на преемника Путина, да, скорее всего. Шойгу это те, кто договаривает. Кто хочет договариваться, не, так сказать, без сдачи украинских позиций. Ну, кто, несколько фамилий, если даже. Ну, я думаю, что, безусловно, туда входит Борников, судя по тому, как он быстро провел операцию по поиску убийц Немцова. Я думаю, что туда, скорее всего, входит Володин, как человек, достаточно давно взаимодействующий с Шойгу. И, возможно, туда входит несколько крупных собственников Ельцинского еще призыва, которые хотели бы как-то улавить отношения с Западом без какой-то сдачи позиций. И противостоит им группировку, в которую, как мне кажется, да, то есть это совершенно, так сказать, не мои предположения, входит Сергей Иванов, который является конкурентом Шойгуна в качестве преемника. Причем, что важно, что Иванов уже один раз выдвигался в качестве преемника в 2007 году. Но тогда США выступили достаточно жестко против него, и вместо Иванова было в качестве преемника взят Медведев. Интересно. Да. То есть он, вероятно, так сказать, Иванов понимает, что и в этот раз может быть то же самое. Поэтому для него надо сделать так, чтобы не было альтернативы. Альтернативы ему не может быть, когда конфликт достиг такой точки зрения, когда надо сделать все, что угодно, лишь бы, так сказать, это вот пошел на спад. И я думаю, что туда входит Золотов, который возглавляет внутренние войска МВД, и которого пытается эту группировку протащить на пост министра внутренних дел вместо Колокольцева, который является фигурой подконтрольной Бортникову. И, соответственно, сам Кадыров, который очень хорошо понимает, что любое умиротворение с Западом, и любая, так сказать, смена режима на более либеральный, и главное, что любая смена Путина в качестве руководителя государства на человека, не собирающегося продолжать подобный курс, на жесткое обострение с Западом ради создания мобилизационной ситуации внутри страны, он не будет нуждаться в Кадырове. Ну и вообще, я думаю, что ни для кого стабильность на Северном Кавказе, как это ни страшно, не является сейчас ценностью. Потому что, наоборот, дестабилизация Северного Кавказа, а в случае, если Кадыров будет удален, то Северный Кавказ дестабилизируется, начиная, конечно, это с Чечни, но я думаю, что дестабилизация охватит и другие республики. В этом случае появляется возможность договориться с Западом еще, так сказать, по поводу сотрудничества в умиротворении Северного Кавказа. То есть, в этом случае украинские события, они отступают на второй план. Ну и мы видим же, например, сейчас объявлены, да, позавчера или два дня назад, учения о подготовке с проверкой российских войск, расположенных в Арктике. То есть, как, так сказать, надежно защищена Арктика. И вообще Арктика начинает выдвигаться на первый план, что вот угрожающая точка. Хотя понятно, что без восстановления отношений с Западом Россия просто не сможет добывать углеводороды, которые там находятся в этой зоне. Но здесь это, мне кажется, еще доказывает, что у этой группы, в которой ходят шоу Губортников и Володин, есть желание отодвинуть украинский вопрос, заменить его, так сказать, для внутреннего потребления, да, на какие-то другие темы. Например, ну вот Арктика. Поэтому они могут потерять дестабилизацию Северного Кавказа, потому что Северный Кавказ, тогда возникнет такая вот площадка для сотрудничества. Вот у нас, так сказать, здесь беда. Помогайте нам, потому что иначе это опасно же и для вас, что дестабилизация Северного Кавказа может привести к усилению исламского государства в Ираке и Сирии. И здесь, говорю, что для Кадырова создается опасная ситуация, потому что для этой группировки никакой ценности не представляет, потому что им нет необходимости для них внутренней мобилизации. Они не собираются создавать ситуацию мобилизации внутри страны, вот такого жесткого противостояния, которое требует мобилизации всех ресурсов и создания ощущения внешнего конфликта. Здесь наоборот. Чем больше будет проблема отвлекаться от противостояния с Западом, тем легче будет идти на договоренность, тем легче будет уступать. А вот исчезновение и появление Путина? Я думаю, это связано с тем, что ему предстояло сделать большие усилия по примирению этих групп, которые перешли в наступление. Потому что что такое, на мой взгляд, убийство Немцова? Это попытка давления на Путина. То есть Путину показывают, во-первых, что все попытки его договориться с Западом могут быть сорваны просто потому, что будут перебивать оппозицию. А во-вторых, вы сами понимаете, убить Немцова можно было где угодно. Немцов человек не слишком богатый был, и за ним не стояли какие-то влиятельные группы. Это было независимо в этом отношении человек. И поэтому не было сложности для того, чтобы убить его, например, в дворе дома или на загородной дороге, но его предпочли убить в непосредственной близости от Кремля. Почему? Потому что это очень хорошая медийная картинка. Показать. Показать, да. То есть для медиа, для западных это важно, что вот на фоне, когда показываешь место убийства Немцова, вот есть Кремль, сразу возникает множество ассоциаций, связанных с противостоянием. И сразу же, так сказать, значимость Немцова, она становится сравнимой со значимостью Путина, то есть лидер оппозиции убит чуть ли не главой государства. То есть если бы эта группа пошла бы дальше и продолжила бы убивать, а я думаю, что это было вполне возможно, то любые договоренности между Западом и нынешним главой российского государства были бы просто принципиально невозможны. Ну, это, так сказать, это мое предположение, да, я вообще никого не обвиняю, упасим Бог, это ничего, так сказать, это не хочу сказать, что это, так сказать, организаторы или там люди, планировавшие дальнейшее убийство, просто это такое предположение, что таким образом сорвать легче легкого было бы любые возможности договориться с Западом. То есть уступки по Украине становятся бессмысленными. Сколько ты не уступай, а все равно Запад будет вынужден требовать твоей смены и как можно более быстрой отставки, потому что им просто невозможно разговаривать с человеком, который обвиняется в убийствах. Тем более, сейчас вот мы видим, как повернулись слушания, ну, то есть это было ожидаемо, но повернулись как слушания в Лондоне, общественные по поводу убийства Литвиненко, где уже фактически открытым текстом говорится, что это было убийство, организованное российским руководством. Если бы еще была бы какая-то серия новых убийств, ну, просто невозможно ни с кем, было бы даже западным лидером, невозможно было бы ни с кем разговаривать из-за окружения российского президента, на эти боли с ним самим. То есть это фактически идеальный способ шантажа власти. И здесь, я думаю, что ответные действия Бортникова, который лично руководил операцией по задержанию, причем, заметьте, что эта операция проводилась не в Москве, а в Ингушетии и в Чечне. Вы на этом еще остановитесь потом? Потому что странная эта вся на самом деле история. Это с Кадыровым и с Немцовым. Для нас это, по крайней мере, непонятно. Нет, но я и говорю, что для Бортникова было очень важно показать, что снять тут же, так сказать, этот вопрос, снять и уничтожить этот инструмент, как инструмент давления на власть. После того, как были арестованы люди непосредственно, правильно они были, неправильно, но были арестованы люди, которые выводят непосредственно Кадырова. И которые так или иначе подчинялись Кадырову через какие-то промежуточные извения. И точно же, так сказать, подчинялись его двоюродному брату, который командует этим полком «Север». То есть, здесь Кадыров оказался уже заложником ситуации. А любое удаление Кадырова, то есть, это дестабилизация Северного Кавказа. И здесь уже, так сказать, украинский вопрос вообще теряет важность. И возможность проведения антизападной политики исчезает. И возможность внутренней мобилизации по внешним вопросам исчезает. А главное, исчезает главное достижение Путина в спокойствии на Северном Кавказе. Ну, хотя бы оно относительное, да, но оно было достигнуто. И это все время с огромными жертвами, с выплатой дани в Чечне, с фактическим отказом от управления и контроля за действиями чеченского руководства со стороны центра. Но все-таки была достигнута стабилизация на Северном Кавказе. Если сейчас этой стабилизации нет, то все путинские достижения просто исчезают. Уровень жизни постепенно возвращается к началу 2000-х. Да, он еще не вернулся, но эта же тенденция, она неизбежная. Промышленность и производство находятся в худшем состоянии, чем в начале 2000-х. Потому что множество предприятий, которые тогда работали, уже закрылись. И многие, так сказать, закроются обязательно в ближайшие месяцы. Состояние финансовой сферы, ну, оно становится сравнимым, да. То есть количество кредитов уменьшается, кредитная задолженность растет. То есть задолженность по кредитам растет. Деньги становятся дорогими и малодоступными, и короткими. То есть сложно инвестировать в реальный сектор. Таким образом, вот экономические достижения путинской эпохи, они сходят постепенно на нет. Если сойдет главное политическое достижение, стабильность на Северном Кавказе, то тогда все вот эти вот 15 лет, да, которые преподносятся сейчас как чрезвычайно успешные, окажутся временем, ну, в лучшем случае, потерянным. А в худшем даже, так сказать, таким неудачным и проигранным. И таким образом, таким образом для Путина было невозможно ни сохранить Кадырова, то есть нельзя было ни потерять Кадырова, ни, так сказать, сохранить его в качестве такого, так сказать, лидера группировки, или там одного из лидеров группировки, которая ведет активную политику, активно пытается давить на власть, требуя от нее продолжения выгодного ей курса. И поэтому, я думаю, что эти 10 дней были наполнены, я думаю, что это были для Путина тяжелые 10 дней. Я думаю, что постоянно надо было вести какие-то переговоры, постоянно встречаться. Но Песков же, кстати, про это и сказал, Песков сказал открытым текстом, что президент проводит огромное количество непубличных встреч, встречается и с региональными лидерами, и с руководителями государственных корпораций, и с представителями частного бизнеса. Я думаю, что вот это совершенная правда. Он говорил правду. Да, говорил правду. Был искренен, как никогда. Президент, я думаю, много встречался в эти дни именно для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Мы видим, что не произошло неожидавшейся замены Колокольцева на Золотова, то есть пост министра внутренних дел, по крайней мере, пока сохраняется в руках вот этой вот группы Бортников Шойгу. Не произошло замены, которые опять-таки многие предсказывали Медведеву на Сергея Иванова. То есть и здесь, так сказать, это было остановлено. То есть если именно это было, так сказать, предметом давления на власть, то власть устояла. Но в то же время и не произошло никакого, так сказать, это ослабления Кадырова. Напротив, ему, так сказать, это несколько раз дали понять за это время, что Кадыров является нужным для власти человека и может не волноваться за собственное будущее. То есть какой-то восстановлен баланс, правда, я думаю, что этот баланс в постнемцовский период он очень шаткий. Замечу, что никакого нужного для Кадырова поворота в расследовании убийства не произошло. переквалификации не произошло. По-прежнему им вменяет убийство не из-за религиозной ненависти, как Кадыров в самом начале заявил, что это, вот, так сказать, не выдержало человек издевательств Немцова над... не издевательств, а, так сказать, о поддержке Немцова от убитой редакции Шерли Эбдо. Не, ну, это же с самого начала было сказано. И переквалификация не произошло, по-прежнему вменяет наемное убийство, а не убийство. То есть расследование продолжается в ключе опасном для Кадырова. Я говорю, что нет у нас, не может быть стопроцентной уверенности, что это именно те люди, которые действительно убили Немцова. Но то, что эти люди, что это расследование с этими людьми в качестве главных обвиняемых неминуемых ведет на Кадырова, приводит Кадырова или, по крайней мере, к его ближайшему окружению и неизбежно бьет по ним, это очевидно. На самом деле, я даже ничего не спрашивала, никаких вопросов не стала. Было реально интересно послушать вот вашу точку зрения. Но вот если эти две группировки, как вы сказали, это шаткий такой баланс, то ведь Путин все равно должен будет сейчас предпринять какие-то действия, чтобы как-то этот баланс все-таки был настолько шатким. Да, непонятно. непонятно, что можно сделать. И какие тут могут быть действия? То есть, либо это будет Украина, ну, тогда это тоже непонятно, да, либо, может быть, это будет Кавказ, либо, может быть, что-то еще другое. Я думаю, что мы увидим все-таки в ближайшие недели победу одной из группировок, ну, или, по крайней мере, какой-то крупный успех. А вы считаете, вот ваше понимание, какая вот здесь группировка может... Вы знаете, все очень зависит от позиции вот этой либеральной группы, то есть, Чубайса, Кудрина, за кого они и вообще вот этих вот системных либералов, которые пока, вот мы видим, не высказывались. То есть, высказывались, так сказать, достаточно большое количество людей по поводу того, что происходит, но вот системные либералы не высказались ни разу. Я думаю, что для них это тоже, так сказать, это такой значительный выбор, да, то есть, с одной стороны, они понимают, что ставка вот на ту группу, которая хочет продолжения, условно говоря, Бортникова-Шойгу, продолжения нынешнего курса какими-то методами более мягкими, да, с перенесением, например, тяжести противостояния в регионы, что, например, всегда хотел Володин, который выступал за то, чтобы политическая активность перенеслась в регионы и принимала характер вот такого, так сказать, противостояния с губернаторами, например, с местными. Поэтому у него была вначале ведь вот эта тактика, он позволял оппозиционерам избраться. Ройзмана не заблокировал, Ройзман стал мэром Екатеринбурга, Немцову дал избраться в Ярославскую областную думу. То есть, это такая частичная, она больше имитационная либерализация, но она вроде бы формально отвечает какой-то позиции либеральной группировки, но с другой стороны, она не решает главные проблемы. То есть, они не собираются отказываться от путинского внешнеполитического курса, направленного на то, чтобы вытребовать у Запада сферу особую, закрепленную за Россией сферу влияния. И поэтому лозунг этой группы сейчас не противостояние, а не обострение противостояния с Украиной. Видите, какая у них изменилась позиция? Сейчас уже все люди, которые... Это очень хорошо смотреть по тому, как меняется позиция людей, которые связаны с властью, занимаются пропагандой от имени власти. Люди, которые связаны с этой группой, они сейчас говорят, не надо нам обострять противостояние по Донбассу, нам надо бороться за Украину. Украинская власть шатается, украинская власть слабая, она неизбежно проводит провальную экономическую политику, она неизбежно станет таким объектом массового протеста, и поэтому ее легко будет достаточно свалить и потом создать какое-то руководство, которое будет с нами гораздо лучше договариваться. Или вообще оставить в качестве Сомали. То есть тогда вообще вопрос отпадет, потому что можно в такой ситуации оказаться, что ЛНР и ДНР будут наиболее стабильными территориями по сравнению с оставшейся частью Украины. То есть это понятная тактика, то есть давайте дождемся, то есть у нас плохо в экономике, давайте дождемся падения Украины первыми, и тогда, так сказать, нам будет проще договариваться с Западом, а может быть тогда и в Украине возникнет какая-то власть, которая с нами легко договорится. Ведь что надо от украинской власти? Украинская власть сказала, забирайте Крым, вот дайте нам какую-то компенсацию, или может даже ничего не давайте, но забирайте, но главное забирайте Крым, потому что тогда исчезает, исчезает сам факт аннексии, если аннексия, пускай это сказать, и задним числом, но одобряется руководством страны, то приходит добровольную передачу, подарок, передачу территории, обмен какой-то, да, то есть я думаю, что в принципе, поскольку российская экономика разваливается гораздо медленнее, чем украинская, но всего просто разница ресурсов, гораздо больше востребованности российского экспорта по сравнению с украинским, потому что все-таки углеводороды более разстребованы сейчас, чем металл и руда, тем более, что некоторые отрасли украинской промышленности просто перестали существовать, да, там, как, например, химическая промышленность, которая много достаточно давала в экспорт, то эта тактика, она, в общем-то, может быть, может оказаться успешной, тем более, уже учитывая, что власть действительно проводит отвратительную экономическую политику, точнее говоря, не проводит никакой, украинской, украинской, да, то есть, она просто, так сказать, ждет, что все само собой как-то образуется, денег дадут, или как-то все восстановится, все заработает, да, это при этом объявляются какие-то, так сказать, самые странные вещи, дайте закроем убыточные предприятия, давайте закроем, а люди-то куда пойдут, они пойдут на улицу протестовать, вот тут, так сказать, и сработает этот механизм, нет совершенно внутреннего единства, есть противостояние сильное между президентом и премьером, в котором начинает участвовать все больше и больше количество людей, и постепенно страна определяется вот по отношению к этому противостоянию, вот помните, мы с вами говорили перед выборами, что единственный способ сохранить стабильность, это если бы вторым, было бы, так сказать, второй партией был бы не премьер, а какая-то сила, которая могла бы сотрудничать и противостоять эта тема другим, да, на тот момент, да и, наверное, сейчас до сих пор такой силой является только Бадикевщина, вот действительно это был бы какой-то элемент стабильности, если бы, если бы это противостояние не носило бы прямой характер, но поскольку в поствыборном раскладе сил премьер и президент стали главными лидерами противостоящих групп, главными соперниками внутри власти, то противостояние неизбежно, оно так рано или поздно, но неизбежно охватит все институты властные и все и перекинется, и служение перекинется на региональный уровень, особенно, так сказать, в связи с приближением местных выборов, это же отличие, это неизбежно просто, да, когда будут появляться кандидаты в крупных городах, скажем, от президента, от премьера, еще от кого-то, это не остановить, и в этой ситуации, конечно же, у вот этой группы может получиться хорошая игра, тем более, что я думаю, что есть люди, которые готовы для усиления собственных политических позиций пойти на какое-то скрытое сотрудничество, или просто даже без согласования своих действий просто воспользоваться вот этой российской игрой для того, чтобы себя усилить. неважно при этом, что они будут говорить, то есть, например, не должна вводить в заблуждение риторика Коломойского. Вполне, так сказать, я не хочу, опять-таки, никого обвинить, но вполне можно предположить, что какой-нибудь, так сказать, политический деятель, тем более, создавший недавно собственную фракцию, думающий о создании собственной партии, может воспользоваться вот таким вот, вот такой, целенаправленной политикой направленной на ослабление украинской власти. Так что, вот, эта игра может оказаться успешной, и здесь вот эта вот тактика, вот этой группы, она представляется достаточно перспективной. Но, опять-таки, все зависит от того, как будет активно помогать Запад. Мы видим, что есть определенная усталость от украинской власти, что она не предпринимает, что она оказалась неэффективной, она не может продемонстрировать никаких значимых успехов. Вот уже прошел год, мы не видим никаких успехов в борьбе с коррупцией, хотя, несколько раз, да, я последний раз в Кереп, в Мюнхене, в феврале сказал, что, если не будет успеха в борьбе с коррупцией, то трудно говорить о сотрудничестве. А что такое успехи в борьбе с коррупцией? Это, конечно же, не только прикрытие коррупционной схемы, да, оно произошло и с назначением Ереська, и с изменением в Минздраве, но это еще и какие-то люди, в том числе связанные с нынешней властью, которые должны стать объектами расследования каких-то прошлых и нынешних коррупционных действий. Нету, понятно, что нету не просто экономических успехов, а есть какая-то, если есть какой-то страшный, так сказать, экономический развал, который пока удерживается только потому, что у людей на первом месте сейчас, так сказать, люди боятся выступать под какими-то социальными лозунгами, потому что такая ситуация внешнего противостояния и конфликта вооруженного, она удерживает многих от выступлений. с сокрытием предприятий, с сокращением массовой безработицы в целых регионах это неизбежно произойдет. Так что, будет ли эта тактика успешной, зависит от помощи Запада, а для этого украинская власть должна продемонстрировать свою эффективность, и от того, как украинская власть будет справляться социально-экономическими проблемами, она опять-таки не показала пока соответствующих способностей. Что касается вот той группы, условно говоря, да, условно говоря, Иванова-Кадырова, то у них другая тактика, да, они готовы, они при обострении экономических проблем внутри России, они будут стараться не играть в какие-то сложные игры, а просто, так сказать, постоянно обострять противостояние в Донецкой и Луганской области, срывать минские переговоры, продолжать боевые действия для того, чтобы вот все вот эти вот мобилизационные механизмы, запущенные летом прошлого года, они продолжали работать и так или иначе, так сказать, не просто отвлекали от социальных проблем, а делали еще и невозможным. То есть, здесь опять-таки возникает такая ситуация, что нельзя выходить под социальными лозунгами, потому что, если ты выходишь под социальными лозунгами, ты действуешь против власти, которая находится в противостоянии со всем, так сказать, мерзким, отвратительным западным миром, который только и думает о том, как бы погубить Россию, а ты, соответственно, подыгрываешь ее врагам. И если к этому прибавляется еще вот такое действие фактически вот в несудебные расправы над лидерами оппозиции и над организаторами социального протеста, то тогда такая тактика по удержанию ситуации внутри страны какое-то время может работать. А учитывая, что действительно Запад не будет доводить противостояние до какого-то опасного для России предела, опасаясь дестабилизации внутри России и дестабилизации в Средней Азии, то тогда возникает и возможность давить на Запад точно так же, как вот они давят сейчас на российскую власть, давить на Запад, шантажируя его возможным обострением и добиваясь от него уступок и прекращения ну какого-то конфликта и признания фактического вот этих внешнеполитических требований России связанных со сферой собственного влияния на постсоветском пространстве. Вы знаете, когда Вы сейчас говорили, я вдруг подумала, насколько шаткий и опасен этот баланс, который остановился не только в России, но вот этот баланс где-то там в России случился ненадолго и вот, наверное, в Украине тоже что-то такое и на Западе тоже, то есть вот все на каком-то низком старте, потому что вот то, что Вы говорите о группе руковых в России, то есть они в любом случае кто-то, Вы правильно сказали, должен удержать победу в ближайшее время, иначе непонятно, что дальше, да? Второе, в Украине вот в последние дни очень странная ситуация тоже происходит. Вот с одной стороны президент говорит, что не работают минские договоренности, а буквально через день в Германии он говорит, это единственный выход из ситуации, а потом он говорит, а давайте мы будем строить оборонительную линию, и дают, да? Подтверждает это, а потом говорит, а давайте ему миротворцев позовем. И вот это все хаотические какие-то движения непонятные, куда мы двигаемся, то есть либо это реинтеграция Донбасса, либо это миротворцы и заграждения. Вот все это тоже замерло на какой-то такой вот непонятной линии. Но Украина не замерла. Я хочу сказать, что если в России мы видим, по крайней мере, две разные стратегии, то в Украине мы не видим ни одной стратегии. Мы действительно видим набор каких-то взаимопротивующих предложений, вызванных абсолютной конъюнктурой. То есть вот президенту выгодно сказать, что минские договоренности не работают, что они действительно не работают. Мы же не видим никаких, так сказать, значимых успехов и мы не видим никаких действий со стороны президента в сторону выполнения договоренности. Здесь не надо говорить про то, что только, так сказать, эти самые ДНР и ЛНР не выполняют и Россия, так сказать, их не заставляет. Нет, ну мы же войска отбили. Все, все, так сказать, да. Ну как, так сказать, это... Или нет? Ну я, честно говоря, мне сложно сказать, я, так сказать, это плохо понимаю в военных вопросах. Но с той стороны говорят, что, во-первых, не отвели, а во-вторых, нет пока, так сказать, политических действий. Требуется же и, так сказать, и определение, признание вопроса с выборами. Ну вот, например, сегодня, вы знаете, же утром, да, не могли начать заседание Верховной Рады, потому что не могли договориться внутри коалиции, что такое закон об особом статусе Донбасса не могут согласовать. Потому что президент инициировал, и вот до сих пор непонятно, потому что заявление Гройстмана отчасти несколько противоречит тому, что уже было раньше. Конечно, конечно. То есть это полная неопределенность в политических шагах. А ведь это же дает повод вот этой вот группе, которая выступает за обострение на Донбассе, ну то есть вот это вот, как Пианковский, что ли, назвал, партия кровищи. Кровищи, да. Для них это, так сказать, повод сказать, вот не выполняет. И там все... То есть мы видим, со стороны России тоже борются две тактики. С одной стороны, они убирают радикалов. То есть январские события, они же продолжаются. Радикалы все кто-то, так сказать, хочет активно воевать, они не хочут соблюдать минские договоренности, они удаляются из Донецкой и Луганской области, либо даже физически уничтожаются. То есть эта тактика продолжается. Но с другой стороны, мы видим и жесткие совершенно заявления представителей разного рода сил, связанных с ЛНР и ДНР, о том, что вот мы готовы продолжать воевать, что срыв минские договоренности будет означать, что мы готовы перейти к военным действиям. То есть здесь тоже, но это говорю, что это две разные тактики, которые борются друг с другом. А в Украине есть полное отсутствие согласования вообще какой-то либо внятной стратегии. То есть ничего, так сказать, не удается согласовать. Ни позиции по особому статусу, ни позиции по выборам, ни относительно того, ни очередность шагов. То есть что в начале? Выбор или граница? Если граница, то как? Если по Минску, то в начале выборы получаются. Если по Минску, то в начале выборы, да. А если самоуправление, то вот по закону инициированию президента в начале выбора, а потом статус. То есть есть полная, так сказать, неразбериха даже с очередностью шагов. И непонятно, готова ли украинская власть соблюдать в Минске договоренности, если она вот так вот ставит под сомнение очередность записанных в соглашении шагов. Но я говорю, что здесь это главная проблема в том, что у России есть какие-то, так сказать, борющиеся группы со своими собственными стратегиями. Ну, пожалуй, кроме, так сказать, системных либералов. В системных либералов, наверное, нет какой-то четкой стратегии. Они на что-то влияют, Дмитрий, вот я по ходу, вот когда вы говорили, какую позицию займут системные либералы? Это влияет... Какое их влияние вообще в Россию? Ну, во-первых, они являются одной из немногих групп российских, во-вторых есть устойчивые связи с западной элитой, и с европейской, что еще важнее, с американской, и с которыми там продолжают разговаривать, и, как-то сказать, это еще принимает, которые могут, так сказать, выступать посредниками. Во-вторых, у них есть огромное влияние на собственников ельцинского времени, и они могут определять их позицию. А собственники ельцинского времени не просто владеют какими-то огромными кусками собственности, они же еще владеют и большими медиа. То есть мы пока видим, что провластная позиция, которую дают четыре федеральных канала, она не подвергается вообще никакому реальному информационному противодействию, потому что никто не выступает против нее. Но это ситуация консенсуса. Собственники времен ельцина, это скорее группа Иванова или скорее группа Шинга? Вы знаете, мне кажется, что есть какое-то распределение между ними. Мне кажется, что есть какое-то распределение между ними. Поэтому будет зависеть от позиции системных либералов. То есть в конце концов, я думаю, что большинство из них примкнет к той стороне, на которой окажутся системные либералы. А те еще не сделали свой выбор. Вы думаете, они могут поддержать более радикальные действия? Зачем им системным либералам? Потому что это означает как можно более быстрой договоренности с Западом. Раз. И это сказать, и возможно из желания, из понимания того, что режим может, ну а самая опасная тактика для режима, да, то есть доводить до какого-то предела. А потом, если начнутся реальные договоренности с Западом, здесь у них появляется какая-то такая ниша, которую никто не может занять. Ведь в седьмом году, так сказать, тоже переговоры с Западом велись Волошиным и относительно преемника, а не какими-то людьми, более тесно связанными с властью. То есть еще же вопрос, с кем там разговаривают, с кем там готовы разговаривать неформально, а с кем готовы только разговаривать в рамках каких-то официальных, не выходя за пределы официального общения. То есть я думаю, что у них появится своя ниша. Это раз, а во-вторых, ну здесь режим может просто сам себя загнать в угол, и тогда появится возможность фактически взять на себя управление экономикой. Оно и так сейчас в значительной степени находится в их руках. В российских? Да, в России. Все-таки власть проводит полностью либеральную политику. Допустим, какие-то околовластные группы, корпорации, государство не сохраняет свою позицию, но в целом мы не видим никаких ограничений. Украина гораздо жестче ограничивает, и в Украине жестче и валютные регулирования, и регулирование, и экспорт больше регулируется в Украине, больше контроль за экспортом, чем в России. То есть Россия с экономической точки зрения намного более либеральная страна. То есть конечно у либералов есть какие-то требования, которые нынешняя власть не может реализовать, например, о приватизации государственных корпораций, об их дроблении и уменьшении их роли в экономике. Но при определенных условиях, если конфликт обострится, власть может на это пойти. Тем более, что я думаю, что многие системные либералы не верят в то, что удастся сильно обострить конфликт в Украине. то есть это приведет к каким-то радикальным последствиям, вроде взятия каких-то новых городов или расширения зоны конфликта широкой. я думаю, я думаю, что нет. Потом для многих важно еще сохранить значительную часть полномочий властных в руках Путина, по крайней мере, до 2018 года, потому что только в этих условиях они могут как-то попытаться укрепиться и выдвинуть собственного какого-то, если не преемника, то по крайней мере кандидата премьера, потому что сейчас у него их нету. То есть Кудрин, как я понимаю, не хочет брать на себя эту роль, а Медведев их уж больше совершенно не устраивает. То есть я думаю, что я думаю, что позиция у них пока вне конфликта, но рано или поздно они выбор будут вынуждены сделать. И вот тогда от этого во многом зависит окончательная ситуация в России. Но главное, что сейчас произошло, хочу еще раз подчеркнуть, что наступление этой группы, которая пыталась шантажировать власть, добиваясь от нее продолжения вот такого жесткого конфронтационного курса, оно сорвано, радикализировано, ситуацию, оно сорвано, назначение снятия колокольцев не состоялось, никаких разговоров больше о замене Медведева на Иванова нету, и переквалификации обвинения людям, которых взяли с убийством Немцова, не произошло. То есть надолго ли остановлено? Поэтому можно ожидать, что деэскалация конфликта на востоке Украины продолжится. По крайней мере, на ближайшее время. Месяц-полтора. Да, месяц-полтора. Ну, или, так сказать, до изменения ситуации внутри России. То есть, условно говоря, можно было назвать происшедшие попытки государственного переворота, наверное, можно было, но вот жесткие, так сказать, и неожиданно для тех жесткие действия Бортникова, они позволили изменить ситуацию, как-то вернуть и восстановить баланс сил на прежнем уровне. Ну, и вот во всей этой ситуации мы тогда понимаем для себя, что на полтора-два месяца возможно в Украине есть какое-то время, чтобы либо действовать по минским договоренностям, либо перегруппироваться. Ну, хотя бы решить, что надо решить. Хотя бы решить. Ведь особое, так сказать, беспокойство вызывает неспособность украинского политического сообщества договориться о принципиальных вещах. Вот в России да, есть принципиальные договоренности о том, что, ну, по крайней мере, действующие на нынешнем, так сказать, на нынешнем этапе, что до 2018 года никто не собирается в нынешней власти добиваться отставки Путина. Возможно, это изменится, но, по крайней мере, вот сейчас это есть, да, то есть это же никто не играл на свержение Путина. Все играют на то, чтобы править при нем, большую роль играть в его системе власти. тело. Ну, да, близость к телу, так сказать, увеличить. Точнее говоря, убрать от тела конкурентов. Никто не собирается отказываться, да, то есть, может быть, системные либералы хотели бы это сделать, но никто не собирается отказываться от требований России закрепить за собой сферу влияния на постсоветском пространстве и признать, фактически признать аннексию Крыма в том или ином виде. Это требование никто не собирается сказать. Есть разногласия по поводу тактики на Донбассе, но это, для России, это не принципиальное разногласие, да, то есть, это разногласия по второстепенным вопросам. И есть разногласия по поводу того, надо ли запускать какой-то репрессивный механизм, не надо запускать какие-то репрессивные механизмы, как относиться к региональным элитам, но это же вопрос противоречий между конкретными группировками. Что касается Украины, нет вообще, так сказать, непонимания, заинтересовано ли политическое сообщество, политическая элита в сохранении и стабильности нынешней власти. Понятно, что роль президента совершенно иная, чем в России, никто не собирается делать его знаменем, в том числе и его собственный блок, как я понимаю, тоже по этому поводу испытывает какие-то сомнения. Нет никакого принципиального понимания того, а что же, так сказать, мы хотим от этих восточных территорий. Интеграции, отторжения, сдерживания конфликта, мы хотим отложить конфликт на какой-то период и потом к нему вернуться снова. Совершенно не то, что нет какой-то единой позиции по Крыму, нет вообще никакой крымской политики власти. Ну, то есть, признание того, что незаконность отторжения Крыма, ну, это общемировая позиция, это не конкретно позиция Украины, это позиция мирового сообщества, которое Украина разделяет не только, наверное, не столько потому, что у нее отторвнули, сколько потому, что такую позицию занимает мировое сообщество в целом. То есть, вот, хотя, так сказать, если бы мы, по крайней мере, понимали бы цели украинской власти, я думаю, легче было бы там оценивать ее действия, их эффективность, достижимость этих целей. А в таком пока даже, так сказать, трудно понять, о чем, собственно, так сказать, происходит. Ну, вот, и еще вы вспомнили о Крыме, я тоже подумала о том, вот, фильм, о котором Всегнад, который вышел, да, где Путин формально сказал, что фактически он организовал все эти действия в Крыму. Вот что это такое? Это попытка, как вы, интересно, вспомнили известную российскую пословицу до эфира «держите меня семеро, показать, что я крутой мужик» или что это такое вообще? Не, ну, здесь это, здесь, мне кажется, что есть две вещи. Первое, это действительно рассчитано на внешнего потребителя. То есть Путин показывает, особенно это заявление, что он готов был воспользоваться ядерным оружием, ну, такое, так сказать, понятно, что это на уровне бреда, но для западного общественного мнения страшновато. То есть готовность идти до конца, то есть это продолжение вот этой вот тактики. Еще летом они и говорили, что Россия пришла к тактике запугивания западного общественного мнения возможностью каких-то там чрезвычайных последствий, войны, ядерного конфликта, я не знаю, там, чего угодно, для того, чтобы западное общественное мнение давило на собственное правительство и говорило, не надо с ними связываться, бог с ними, так сказать, пусть делают, что хотят, пока они нам не угрожают. Умно, на самом деле, со стороны Путина такой способ давления на западное общество. Вы знаете, Владимир Владимирович, он уже, так сказать, вырос в Ленинградской, в достаточно бедном Ленинградском районе, ну, то есть в достаточно бедном дворе, я думаю, что он такую тактику мог наблюдать в детстве каждый день. Потому что это такая стандартная тактика хулигана, который пытается запугать окружающих, и показать, что с ним опасно связываться, и поэтому, так сказать, во дворе верховодят. Я, так сказать, это, вот, я, например, часто наблюдал в детстве такую тактику со стороны своих товарищей по двору. И, в общем, она, конечно, эффективна только до тех пор, пока не встречает противодействие. Мы же видим, что, так сказать, и на Западе есть позиция, связанная с тем, что не поддаваться на запугивание и успокаивать, собственно, общественное мнение, показывая, там, слабость российской экономики, шаткость позиции России и так далее. И, кстати, изолированность, потому что ни один из крупных игроков, ни, условно говоря, еще можно говорить о каком-то нейтральном положении Индии, но вот Китай достаточно жестко высказался. Не так давно Ликицан, как вы знаете, сказал, что только путем переговоров можно решить вопрос Крыма. То есть, фактически он призвал к новому определению статуса Крыма. И, вероятно, для Китая это, так сказать, такая очень важная позиция, потому что не думаю, что Китай будет сотрудничать с Россией до тех пор, пока Россия находится в таком-то конфликте с Западом. То есть, конечно, покупать что-то будет, продавать что-то будет, но ни о каких ни инвестициях, ни о кредитах, ни о совместных крупных проектах, мне кажется, и речи быть не может. Вот, и что касается... Что касается... Это сигнал для внутреннего потребителя, да, то здесь есть главный сигнал, что все, что, так сказать, чем мы обязаны, то есть, все, что, так сказать, произошло хорошего, это всем этим мы обязаны Владимиру Владимировичу. Он сам лично, никто ему не помогал, он сам лично все это организовал, всех победил, и всех запугал, и американцы его боятся, и никто нас не тронет, и он, так сказать, чрезвычайно силен, и мы можем делать все, что хотим, потому что... и мы ничего не боимся, потому что у нас вот такой замечательный лидер. То есть, это вот... Этот фильм, я думаю, снимался как раз для того, чтобы поддержать... Понимаете, вот если взять время, да, его показывают когда? Путина нет, все думают, что происходит. Нет, его уже снимали и вставили в... А раньше, конечно. Конечно, много раньше. Его должны показывать... Вы представляете, вот если бы этот переворот удался бы. Ага, убивает Немцова, власть принимает условия этой группы, снимается колокольца, вставится золотов. Следующий шаг – это изменение в правительстве и радикализация оппозиции России. И в это время выходит пропагандистский фильм о том, что мы никого не боимся. Владимир Владимирович, так сказать, это самое главное, все его боятся. Мы, так сказать, американцам готовы противостоять. С ними у нас есть возможность сражаться. Они сами пугаются наших самолетов и уводят свои корабли из Черного моря, как только их заводят. То есть, вот он тогда... Сейчас он кажется несколько странным. А вот если бы... Вписывался. Вписывался совершенно пропагандистский сигнал. Абсолютно, да. То есть, он сейчас выглядит оторванно. Тогда он совершенно вписывался. Вот если бы пошло по тому плану, который мы описываем, вполне возможно, конечно, мы ошибаемся, но если бы пошло по тому плану, который мы описываем, то фильм был бы естественным развитием ситуации. Да, мы никого не боимся. Мы готовы идти до конца. И у нас есть вождь и лидер. И ядерное оружие. И ядерное оружие. И, так сказать, а главное вождь и лидер нас, так сказать, это... И все обязательно приведет к победе. И в этой ситуации, конечно, какое-нибудь там объявление, допустим, вот в воскресенье показали, а в среду объявляют о срыве минских договоренностей, о том, что надо, так сказать, это снова возвращаться к боевым действиям, наступать, и, так сказать, необходимо поддержать. И я думаю, что... Ну, скажем, не в среду, а через неделю, но это... При этом, что, так сказать, пропагандистская волна могла бы нарастать и нарастать и нарастать. То есть я думаю, что фильм планировался как такой кульминационный момент пропагандистской войны, после которой она бы приобрела бы открытый такой агрессивный характер. Я думаю, что в этой ситуации... В этой ситуации все подводило бы тогда к обострению на Донбассе и, так сказать, к пониманию того, что мы можем идти... что мы можем и готовы идти до конца. Но здесь еще есть один важный момент, который говорит о том, что вопрос 18-го года, с ним отношение изменилось, и он ни для одной из групп не стоит вопрос о сохранении Путина после 18-го года в качестве главы государства. То есть они пришли к концепту, что он не сохранен? Нет, никогда они не пришли к... Нет, что он будет меняться. Что он будет меняться? То есть это однозначно? Ну, посмотрите, что происходит. Это интересно. Вот что происходит в этом фильме. Он берет на себя всю ответственность за Крым, за организацию вторжения фактически, за угрозу ядерным оружием. Он говорит, я угрожал ядерным оружием другим государством. Я вводил войска, по моему распоряжению вводились войска. Я, так сказать, все это командовал, всем этим координировал. Все остальные не виноваты. Да, так и звучит. Это вообще, представляете, как написал один российский остроумец, если бы Гитлер оставил предсмертную записку, прошу никого не винить, все это, сколько все дел я один. Все они приличные люди, ни в чем не виноваты. Простите их и сотрудничайте с ними. Ага, это интересно. То есть таким образом, как бы не развивались дальше события, то есть, допустим, происходит какое-то ожесточение, мы же понимаем, кто виноват. Никто не виноват. Виноват, кроме Путина. Поэтому, как только, так сказать, как только Путин уходит, появляется возможность договориться совершенно по-новому. Какой бы ни было степени напряжения конфликта. во всем, что происходит дальше, да, то есть, вот мы верно описываем события, предполагавшиеся, и дальше идет нарастание противостояния, во всем, что происходит дальше, виноват исключительно Путин. То есть, со всеми остальными, все остальные приличные люди, с ними можно разговаривать. То есть, для него это важный сигнал внутри страны, да, то есть, это усиливает его позиции. На сейчас. На сейчас, на вот теперешний момент, на период вот этого жесткого противостояния, но совершенно, так сказать, делать его бессмысленным после того, как это противостояние завершилось. А здесь, так сказать, это же, опять-таки, не... надо тянуть даже до 18-го года. Ведь для того, чтобы поставить своего преемника, надо сделать так, чтобы не было конкурентов. Вот если есть какой-то человек, который, так сказать, вступает в качестве преемника, он находится внутри медиа, да, или как там Сергей Иванов планировал, если он планировал, может, он совершенно ничего не планировал, но это если он планировал, предположим, что он планировал возглавлять правительство. То есть, он находится в центре медиа. Он постоянно, особенно если это правительство проводит какую-то достаточно такую популистскую политику, то у него огромные преимущества перед любым возможным другим конкурентом. И если даже какая-то группировка делает ставку на то, что давайте мы раскрутим своего и попытаемся хотя бы бороться за выход во второй тур, даже если им это удается в условиях внешнего противостояния, когда власть нельзя критиковать и в условиях достаточно жесткой репрессивной политики, и в условиях внесудебной расправы с оппозиционерами, то есть даже если это удается, то им надо по меньшей мере год или полтора, чтобы как-то этого человека раскрутить, вывести, сравнять себя с премьером, так сказать, по узнаваемости. Это огромное вложение и достаточно большой промежуток времени. Поэтому если дотянуть, скажем, до середины 2016 года, то уже конкурента тебе к 2018 году и не будет. И тогда он может назвать преемника. Ну да, да, да. Но я думаю, что проблема-то в том, чтобы он назвал преемника до этого срока. До этого срока. Просто чтобы исключить это, чтобы одновременно поставить своего преемника и исключить возможность возникновения каких-то других конкурирующих фигур. Я думаю, что Иванов в качестве премьер, допустим, и продолжение жесткой политики внутри страны по отношению к возможным оппонентам власти, оно полностью исключает появление у Иванова какого-то серьезного соперника. При том, что Шойгу наверное сейчас намного популярнее Иванова. То есть Шойгу, я думаю, что если бы сейчас проходили бы выборы, в которых бы Путин не участвовал, то Шойгу был бы безусловным победителем. Почему Шойгу популярнее, интересно? Во-первых, Шойгу находится давно во власти. Шойгу находится во власти, как мы понимаем, с 91-го года. Он ближайший же соратник Ельцина. И это ближайшая к нему фигура еще до того, как до распада Советского Союза он стал к нему близким человеком. Потом Шойгу все время находился в позитивном поле. Он никогда не возглавлял ничего, что могло бы принести ему какой-то негатив. Ни там экономику, ни финансы, ни даже сельское хозяйство. Он все время спасал, помогал, организовывал, восстанавливал, появлялся в сложные минуты в горячих точках и рассказывал. Потом мы же помним, какая была организована кампания против Сердюкова. Нет, не так. Высший министр обороны, которого обвиняли в коррупции. Была страшная кампания, что Сердюков развалил армию и то, так сказать, не так, и это, не так. То есть, была организована страшная кампания против Сердюкова. И когда Путин его вынужден был заменить на Шойгу, то Шойгу стал таким своеобразным спасителем армии. Хороший образ у него, однако. Да, он все время спасал, все время помогал, патриотичный. И потом, что еще важно для национальных меньшинств, он не, так сказать, он представителем малого народа, но, с другой стороны, и, так сказать, представителя русского большинства не воспринимает его как какой-то, так сказать, чуждого, так сказать, это какое-то чуждое нас меньшинство, то есть, это, несмотря на то, что он ту-винец, он не воспринимает, то есть, если бы какой-нибудь кандидат Северного Кавказа, он, думаю, воспринимался бы гораздо жестче. То есть, он так воспринимается, он полностью растифицированный человек, то есть, никто, так сказать, это, у него нет образа, русские считают своим, а, с другой стороны, в то же время и малым народом, что вот будет человек, который не будет проводить какую-то такую жесткую политику на навязывание православия, или, так сказать, на какое-то подавление национальных республик, то есть, может быть, в этом отношении может быть смягчение курса, что, я думаю, это важно и для Поволжья, и для Северного Кавказа. Так что, Шойгу чрезвычайно перспективна в электоральном отношении фигура. Поэтому, для вот этой группировки Иванова важно занять такие позиции, чтобы исключить самовозможность его движения. А Путину-то кто симпатичнее? Вот, если у Путина вариант действовать, как Ельцин, вот вынуть из табакерки никому неизвестного... Ельцин, так сказать, вынул из табакерки, перебрав огромное количество. Ну, кто знал тогда Путина? Ну, правильно, смотри, до Путина. Путин же стал единственным согласованным вариантом, потому что вот эта вот комиссия в лице Березовского, Ходорковского и Чубайса, она же никак не могла согласовать, что Березовский навязывал своих каких-то преемников, которые, конечно, устраивали исключительно Бориса Абрамовича. Помните, он в качестве преемника размазывался Рушайло, министр внутренних дел, полностью подконтрольный Березовскому человек, Аксионенко, глава железных дорог. Потом выдвигался, кстати, Шойгу какое-то время в качестве преемника. Потом долгое время в качестве преемника ходил Степашин, который, помните, когда объявили об отставке с поста премьера, он заплакал. У человека уже были какие-то другие планы. Так хотелось. так хотелось. Но, то есть, Путин это стал каким-то таким вариантом после того, как были отвернуты другие кандидатуры. Тем более, что такого человека, который бы, во-первых, был одинаково близок ко всем, во-вторых, отличался бы умением держать свои обязательства перед своими партнерами. В-третьих, был бы, походил бы по фактуре, то есть, у него такая биография, вот его можно выдать за разведчика, хотя мы, конечно, понимаем, что прозетка не имел особого отношения, но его можно выдать за разведчика. Но если задумчивый вид сделает. он и делает, рассказать о каких-то подвигах, тем более, что, так сказать, что один из самых популярных героев массового сознания российского Штирлица. Только подумал, что Штирлица любили все, без исключения. Да, но долгое время он и играл такого Штирлица. То есть, была даже легенда, что он чуть ли не по заданию высшего руководства разведки внедрился в эту либеральную среду, чтобы притеклась. Помните, он встречался с ветеранами разведки, то ли в первом, то ли во втором году, сказал, что ваше задание по внедрению выполнено. Нет, я это не помню. это такой миф навязывался. То есть, хороший факт. Сейчас нет аналогичного кандидата. То есть, выбирать, а потом, а потом, сейчас нет таких фигур, как Березовский, Ходорковский, Чубайс, которые бы контролировали вот огромное сектора внутри элиты. То есть, она стала меньше, так сказать, и в то же время в ней усилились противоречия. И, третье, не будем забывать, что это была огромная опасность со стороны региональной фронты. Что тогда на вот эту вот федеральную часть элиты наступала региональная элита в лице Отечества всей России во главе с Лужковым и Шаймиевым, и примкнувшим к ним Примаковым. И настроения у них были самые серьезные. То есть, если бы они победили, то, конечно, бы ни Чубайсу, ни Березовскому, ни Ходорковскому не поздоровилось бы, причем уже в первые часы после победы. То есть, была огромная опасность, которая заставляла быстро принимать решения и объединяться. Сейчас опасности стороны регионов нет. То есть, регионы более-менее контролируются. Понятно, что по мере ослабления российской экономики это контроль над регионами будет уменьшаться. И вот процесс над Хорошавиным, губернатором Сахалина, показывает, что за некоторыми наиболее... Понятно, что Сахалин один из самых богатых регионов России. За лидерами богатых регионов контроль сейчас уже, наверное, уже потерян. И можно их контролировать только при помощи репрессий. Но даже при самом неблагоприятном раскладе событий никакой региональной фронты не будет. В лучшем случае каждый будет за себя. Будет огораживать свой регион от вмешательства извне, а не предпринимать какие-то усилия по захвату центральной власти, как это пытались сделать Лужков и Шаймиев. То есть опасности стран региональной фронты нет. Какой-либо угрозы того, что если мы сейчас не примем решение, то вдруг с президентом что-то случится, не будем забывать, какое было состояние здоровья у Ельцина в этот период. Если что-то случится, и тогда вообще мы окажемся в чрезвычайной ситуации, тоже нет. есть ситуация внешнего противостояния, которая все группировки без исключения преподносится как противостояние с Западом. По-разному относятся, но преподносится как противостояние с Западом. И поэтому есть какие-то факторы внутренней мобилизации и сплочения общества вокруг власти. То есть никакой необходимости принимать какие-то срочные решения по выбору преемника нет. И более того выбирать то есть какой-то единого отбора проводить некому. То есть у всех нет причины жертвовать своими интересами, отказываться от собственных кандидатур, как это делал Березовский ради нейтрального человека. Но у кого нет, каждый будет двигать своего. То есть я думаю, что напротив, я думаю, что наряду с Ивановым шоку, если баланс сил будет оставаться шатким, могут появляться и другие преемники. А вот Ходорковский может рассыниваться каким-то образом? Нет, он же по российскому законодательству не может участвовать в выборах. То есть я думаю, что Ходорковского Германия держит на тот случай, если в России будет быстрая дестабилизация, если государственные механизмы в России начнут развалиться, то тогда я думаю, что Ходорковский выступит в качестве спасителя, в качестве организации, организатора временного правительства, то есть какой-то он выступит в чрезвычайной ситуации. Если чрезвычайная ситуация не наступит, то он так и будет подавать за рубежа голос в защиту демократических институтов и социальных каких-то проектов. то есть я думаю, что это не игрок, это человек, который должен играть, только когда все другие игроки сходят со сцены. Чрезвычайная ситуация. Я думаю, что вообще к чрезвычайной ситуации готовится Запад. Думаете, готовится? Да, я думаю, что готовится, потому что во-первых, этот корпус быстрого реагирования, который европейцев решили создать в условиях НАТО, во-вторых, размещение войск американских в Прибалтике и в-третьих, разговоры о европейской армии, все это, мне кажется, связано с тем, что боятся дестабилизации внутри России. То есть, вы думаете, это не связано с тем, что Путин пойдет наступление на Украину и на Прибалтику может податься? Там же совершенно небольшие части. Небольшие? Небольшие, да. То есть, они в условиях для военного предпоследования не бессмысленны. А, если даже Путин активизирует на Украину, ты не нанесешь ему удар через Прибалтику имеющимися частями. Тем более, что я думаю, что от сухопутной операции будут уклоняться до последнего. Насколько это возможно. Потому что, тем более, так сказать, не за наступление на Украину начнется сухопутная операция против России, если такое вообще в принципе возможно. Я думаю, что такие небольшие части они нужны на тот случай, если надо взять под контроль в условиях дестабилизации рухнувшей системой власти какие-то отдельные внутри страны объекты. Ну, там связаны с какой-то опасной опасность промышленной точки зрения или с техногенной или грозящими техногенными катастрофами или какие-то объекты связанные с ядерным потенциалом. Но вот я иначе не могу себе объяснить, зачем нужен танковый взвод или там какие-то небольшие десантные части. Я думаю, что скорее всего для этого. Ну и потом что такое корпус быстрого реагирования, который разворачивает вот эти вот внутренад европейские страны. Ну, это же означает, что понятно, что опять-таки не для военного противостояния. для того, чтобы в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, можно было взять под контроль и гарантировать, что какие-то вещи страшные не случатся, что никто не захватит ядерное оружие в Россию, в цель его поставки исламскому государству. А потом я говорю, что вы учитываете, что Путин и его окружение это понятные люди, имеющие на Западе экономические интересы. А вот кто может прийти им на смену в лице какого-нибудь там легендарного Моторола местного производства? Ну ладно, Моторола не дадут уже, мне кажется, местные силовики таким людям прийти. Или возможно? Ну или какой-нибудь местный силовик, какой-нибудь там бравый полковник ФСБ. Гиркин, подполковник ФСБ. По-моему, полковник, нет? Или даже целый полковник ФСБ. Между прочим, для его возраста достаточно хорошая карьера, способный считался человек. Вот он приходит, у него Гиркина ничего нету. Ничего нету. Он был, он бедный. Уже показали, уже все социальные сети показали его Мерседес. Это он сейчас, что-то еще. Сейчас он, так сказать, приобрел, благодаря, так сказать, героическому борьбе за счастье Славянска и Краматорска. За освобождение. За освобождение от собственного присутствия. Потому что, все-таки, я думаю, что ему, это, что это отступное он получил за то, что он покинул территорию Украины. Но не важно даже. А важно то, что даже наличие Мерседеса не помешает Гиркину отдать приказ о применении ядерного оружия, потому что у него там нет ни счета в банке, ни завода, ни семьи, ни дома, ни детей, ничего нет. То есть, у него есть Мерседес, будет ездить и после этого. По Москве. По Москве, да. В Бункере. Ну, как-то, лучше не в Бункере. Мы по Сибири. В Сибири, да. То есть, здесь же надо учитывать, что сейчас такая ситуация, когда только наличие нынешнего окружения может гарантировать то, что конфликт не примет какие-то опасные для Запада, ну, то есть, не в том смысле, что, сказать, Западу грозит военное уничтожение в случае прихода власти Гирькина, в том случае, что резко повышаются риски. Проблематичность региона это, конечно. То есть, мы, неужели, что я тоже не понимаем, что ни Баку-Харам, ни Халифат, вот это вот, а в Сирии, в Египте, не способны, они, конечно, не способны военным способом уничтожить Запад или нести какой-то там серьезный вред. Но угрозу для безопасности в регионе, соответственно, и для стабильности в мире, они представляют. Я думаю, что такое, в принципе, возможно и в России, и в Украине. Будем забывать, что сказать, что и дестабилизация в Украине тоже, она может быть очень опасной с международной точки зрения. Так что, мне кажется, что Запад к этому готовится. Ну, раз готовится, то, наверное, всерьез. Тогда это подтверждает, что ситуация была серьезная, наверное, в Москве, и, может быть, и у нас непростая. Ну, да. Ну, да. Ситуация вообще будет непростая, потому что, вот я хочу сказать, что я твердо убежден, что никто не пойдет на условия России. Никто не признает за Россией право на собственную сферу влияния. И это все бесполезно и бессмысленно. Так сказать, это все эти требования о том, чтобы, давайте, так сказать, признаем за нами право участвовать в принятии важных международных отношений, закрепим на Новый Ялтин, конференции какие-то сферы влияния за каждым, но главное за нами, это все, так сказать, это все, все совершенно не будет иметь никаких последствий, все эти требования. они будут проигнорированы и, так сказать, и я уверен, что Запад сохранит единство в отношении курса на изоляцию России. Поэтому экономические санкции против России будут продолжены, соответственно, экономическая ситуация в России будет ухудшаться, экономическая нектура для России будет ухудшаться, потому что потому что те отрасли, которые были востребованы на Западе, они будут все меньше и меньше востребованы. Поэтому дестабилизация в России она является реальной угрозой, но не сейчас, допустим, через полтора-два года. Что касается Украины, даже если будет найдено какое-то решение на Востоке, что, так сказать, пока мы не видим никаких признаков этого, но даже если оно будет найдено, то все равно экономическая ситуация от этого не улучшится. И даже если Запад будет помогать, все равно экономическая ситуация будет тяжелой, будут возникать протестные настроения, а учитывая то, что внутри украинской элиты нет не то, что единства, а нет даже общей какой-то позиции по важным вопросам, вполне возможно и дестабилизация, особенно учитывая, что в России есть группировка, которая может прийти к власти, которая будет играть на дестабилизацию на общенациональном уровне, а не на уровне вот этого восточного региона. То есть дестабилизация в России и в Украине является вполне реальными угрозами. Причем если в Украине это может произойти уже в течение полугода, то в России наверное в течение полутора-двух лет. Но все равно это крайне небольшой срок и поэтому понятное желание западных держав к этой ситуации подготовиться. Спасибо вам огромное. Вы сами сделали прогноз. Спасибо огромное. Это был Дмитрий Галкин, заместитель главного редактора Форрена ФС Кроникл. Дмитрий, еще раз спасибо. А вы оставайтесь с нами. Ждем следующего гостя. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.